привет друзья а это у нас заключительное базовое видео естественно этот видеокурс будет еще много раз дорабатываться и обновляться с новой версией там и так далее но сейчас это заключительно базовое видео смотрите в этом видео я вам объяснил панель управления пользования и как собственно все здесь происходит так давайте вернемся на наш сайт смотрите все очень просто сделается вам сейчас просто необходимо будет наполнять ваш сайт контентом писать статьи посты создавать описывать страницы и так далее вот основная база у вас есть у вас есть сайт и у вас есть все для этого инструмент осталось только заполнить далее по поводу виджетов и сайт баров виджеты просто добавляются в любой сайт бар и в любые рубрики то есть точнее не в любые рубрики а в любые места будь то вверх будь то низ будет и слева будет и справа и так далее далее по поводу другого теперь панели управления смотрите пробегимся кратко по панели управления здесь у нас добавить здесь мы добавляем запись медиафайлы страницы пользователи это сейчас пока мне нужно пока у вас первоначальный на навык создание сайт пока вам это не нужно потом узнаете далее обновление когда у вас здесь появляется обновление всегда обновляйте сайт то есть вы нажимаете на обновление и то что у вас здесь будет отображено ставите галочки нажимаете обновить сейчас мне ничего пока не надо обновлять дальше записи здесь все записи нажимаем все записи здесь отображать запись мы можем их удалить каждую запись можем ее изменить посмотрите свойства или перейти к ней далее рубрики это те рубрики куда где хранятся наши записи вот можем удалить допустим какой-нибудь из них можем как бы оставить да можем изменить дальше метки метки это пока вам не буду рассказывать это более сложная штука это уже более дорогом моем курсе и так дальше таксономия ордер я уже рассказывал здесь у нас просто раз наши рубрики мы их сортируем как нам это необходимо отображать далее медиафайлы медиафайлы здесь очень просто смотрите здесь вы загружаете картинки добавить новый и все вы их можете сортировать вот таким образом можете списком можете так тоже можете их изменять удалять редактировать нажав на нее до редактировать нажав кнопочку что мы можем здесь ее обрезать нажав сюда повернуть и развернуть и так далее измените и масштаб размер а потом нажав сохранить то есть здесь тоже можно редактировать дальше страницы нажимаем все страницы страницы это то что на статично также можем добавлять новые страницы изменять удалять и так далее дальше комментария комментарии по у вопрос у wordpress стандартный вы же можете их отключить там и так далее как их отключить я вам сейчас покажу или использовать другие комментарии допустим как вконтакте тогда но это уже для более опытных веб-мастеров как это вставлять это пока для базового начинания это пока вам не надо пользуйтесь стандартным далее внешний вид темы темы здесь выбираются темы вашего сайта и мы выбрали с вами тему которая список она универсальная для любого до бизнеса идеи так далее она универсальна и для старта это отличная тема вот можно добавить новую тему и здесь смотрите здесь будет большой выбор тем вот есть список избранные но тут мало вариантов лучше нажимать популярные темы есть большой выбор тем которые можно также устанавливать и тогда на их на их не основе делать себе тест сайда создавать себе сайт на их не основе у нас же тем уже стоит мою поставленную эту тему всегда можно поменять также есть свежие темы здесь у нас просто темы которые вышли совсем недавно то есть появились тоже их можно устанавливать и на базе них делать сайт вот но у вас стоит на самом деле одна из самых лучших тем есть фильтр характеристик но лучше им не пользоваться как он как правило выдает старая тема дальше настроить вы эту кнопочку уже знаете виджеты знаете меню меню здесь мы создаем меню смотрите мы создавали меню из страниц также можно создавать меню из записи допустим выбираете запись какую хотите добавить меню и нажимаете добавить и она будет тоже здесь нажимаем сохранить она уже здесь также может добавлять в меню произвольной ссылки то есть вы здесь вставлять какую-то ссылку название ссылки и добавляете и когда человек будет здесь допустим ну на главной странице сайта и будет здесь надпись когда на нее нажмет он просто попадет на тусу куда как которую вы указали и так далее также можно добавлять рубрики в меню но рубрики со страницами работают по отдельности либо у вас страница не будет там это вам в общем попробуйте вы сами увидите в чем разница и так что еще а заголовок фон пошли фон оптимус это у нас то у нас это у нас те же самые настроить просто в другом варианте теперь отображается редактор вам пока не нужно потому что только начинайте далее плагины плагин нажимаем установленные да здесь список плагинов которые установлены которые вы можете деактивировать и удалить если вам что-то не нравится и и вы не пользуетесь этим плагином также можно добавить но либо здесь нажать либо здесь и добавить какой-то новый плагин и точнее дабы и после этого у вас зависимость какой плагин вы поставите появится какая-то новая возможность на сайте это в целом как все работает далее пользователи тут можно добавлять пользователей и различный доступ к сайту но пока что я считаю это вам не нужно и это более сложное далее инструменты ну тоже пока не нужна настройки я говорил вам за комментарии комментарии можно отключить нажимаем обсуждение и здесь можно отключить комментарии вот здесь галочки просто убираем вот эти две да можно и три даже нажимаем сохранить и комментарии будут отключены вот можно тогда стандартный комментарии отключите используют какие-то другие но это уже более для опытного использования когда уже со всем этим разберетесь и вам уже потом можно переходить к чему-то более сложному дальше постоянные ссылки вот постоянные ссылки вам нужно сделать вот уже сейчас выберите надпись название записи то есть ставите галочку здесь и сохраняйте это то, что должно быть уже сейчас здесь вы это должны сделать обязательно потому что тогда ваша ссылка допустим название сайта и следующая ссылка будет выглядеть красиво и так ну и в принципе все это старт закончен первый базовый такой первый базовый видео для понимания для старта сайта для того, чтобы его наполнять для того, чтобы ввести его как блог а да, и как бизнес уже что-то можно начинать, то есть старт уже есть запуск сайта уже есть ваши 16 видео вам в этом помогли то есть теперь вы просто наполнять его контентом экспериментируйте экспериментировать не бойтесь создавайте страницы создавайте записи создавайте рубрики в правый сайдбар размещайте, в левый сайдбар по-разному все экспериментируйте пробуйте и вы поймете как все работает почему я не объясняю в этих местах подробно потому что здесь нужно вникать самому это бесполезно я вот на своем опыте прошел то, что если показывать каждый шаг ты это знаешь а у тебя потом появляется вопрос а как сделать это и ты это буквально то же самое но это отличается и поэтому когда человек сам не вникает сам головой не думает тогда это будет бесконечная череда вопросов то есть главное самому вникать самое главное что была сложность у всех начинающих это запуск сайта это старт сайт это сделать его чтобы он был да чтобы было можно что-то делать пробовать какую-то свою идею свой бизнес и так далее естественно этот небольшой запуск да есть крутые сайты но за такую небольшую сумму у вас уже есть готовый сайт который универсальный который вы можете адаптировать под любую идею и поэтому я считаю этого достаточно вот так же если есть какие-то вопросы в принципе вы можете ко мне обращаться я вам помогу потому что я уверен вопросы будут потому что сразу освоите сайт строения и все это дело не так-то просто и я знаю это не просто потому что я в этом уже около двух с половиной года а то и три года уже с этим занимаюсь вот а вам что нужно делать вам нужно сейчас экспериментировать и создавать собственно на этом сайте различные варианты отображения контента все самим вручную пролазить прощупать также посмотрите различные видеоролики на тему того как делать сайт на вордпрессе выводить статьи записи все что касается вордпресса вам в помощь ютуб видеоролики вот самую сложность вы прошли вы создали сайт именно вот разместили правильно на хостинге зарегистрировали поставили базовую тему подтвердили права это самое сложное первые вот эти вот шаги дальше уже идет тонкости которые приобретаются именно с опытом со временем когда вы в это вникаете когда вы это сами экспериментируете делать и настраиваете этот сайт для себя итак я вас поздравляю с первым этим базовым курсом то что вы его просмотрели и прошли и что-то у вас освоилось да что-то осталось в голове у вас есть теперь над чем работать над чем экспериментировать что создавать да есть какая-то база за другими знаниями вы опять же можете что-то спрашивать у меня много очень полезных видео как развивать сайт заниматься с ним да и так далее редактировать изменять это все в ютубе на сайт наш создан на вордпрессе поэтому просто пишите вордпресс и все остальное там найдете итак а теперь я думаю я с вами прощаюсь увидимся уже в следующих обновлениях то есть этот видео видео как бы продукт видео курса по быстрому запуску сайта будет обновляться естественно сейчас у нас первая версия стартовая такого до малого объема следующая версия будет уже более большего объема более качественного содержания более подробного и четкого следующего я уже версия отсечу что лишнее что нужно что не нужно уже будет более другая версия продукта ну соответственно будет стоить более дороже вот а на этой первой версии вы уже получили то что хотели вы уже получили сайт над которым можете что-то делать что-то менять что-то создавать итак ну на этом все с вами был Джин Лав увидимся в следующем видео я думаю и в следующих продуктах и в следующих наших каких-то новых идеях на этом все пока так